Засуха в Крыму не является результатом действий украинских властей, которые в 2014 году перекрыли Северо-Крымский канал. Об этом заявили в Госсовете регионно. Ситуация связана прежде всего с засушливой погодой, отметили в ведомстве. По словам депутатов, за 4 года российские власти проделали большую работу для решения проблем водообеспечения, при этом сам канал постепенно приходит в негодность из-за действий Киева. Ранее в Верховной Раде заявили, что после прекращения подачи воды на полуострове уже нет сельского хозяйства. Перекрытие Северо-Крымского канала не оказывает критического влияния на ситуацию на полуострове. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. В разговоре с РТО он отметил, что за 4 года российские власти проделали большую работу для решения проблем водообеспечения. Напомним, что подача воды по Северо-Крымскому каналу была прекращена в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Ситуацию с водоснабжением удалось разрешить в том числе с помощью бурения артезианских скважин. Ранее депутат Верховной Рады один из лидеров Меджельса Крымско-Татарского народа Мустав Иджемилев заявил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли проблемы с подачей воды. Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли Днепровскую воду. Там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве, цитирует парламентарий и обозреватель. Константин Челабыфрия новости «Засушливая погода» Ганьжара подтвердил, что на полуострове действительно наблюдается засуха, однако подчеркнул, что с действиями украинских властей она не связана. Ситуация связана в первую очередь с тем, что в Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырех муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, сегодня с водоснабжением Крыма никаких проблем нет, угрозы отсутствуют, заключил он. Джамилев также выразил мнение, что Украине придется вложить огромные средства в восстановление сельского хозяйства в Крыму после деоккупации. При этом он подчеркнул, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопрос о восстановлении подачи воды на полуостров. Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма и деоккупации полуострова, никаких других переговоров не намечается, добавил Джамилев. Напомним, что Об этом, в частности, заявил президент России, Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ARF. «Нет таких условий быть не может», — подчеркнул глава государства. Гордость за преступление заявив о прекращении подачи воды в Крым, Джамилев фактически признался в совершении преступления. Об этом в беседе с РТ заявил председатель комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма Игорь Буданов. Хвастаться этим должно быть как минимум стыдно. Да, перекрыли, северокрымский канал. РТ — это факт свершившийся. Больше себе навредили, с учетом переизбытка воды, которая направлена в другое русло, — сказал депутат. По словам парламентария, сейчас на полуострове достаточное количество воды, а северокрымский канал приходит в негодность и Крыму уже не нужен. Владислав Ганжаре также считает, что радость по плоду засухи на полуострове показывает сущность нынешних украинских властей. Со стороны украинских политиков мы наблюдаем проявления вещей, которые должны быть чужды нормальным людям, — добавил он.Фантомные проблемы — это далеко не первый случай, когда Киев пытается представить полуостров как проблемный для России. Так, в конце мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что появление Крымского моста якобы негативно сказалось на торговом судоходстве, а любая авария с судном приведет к необратимым последствиям. В ответ в информационном центре Крымский мост сообщили, что подмостовый габарит арочного пролета обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, а перед проектированием были изучены все морские суда, курсировавшие по Керченскому проливу в последние десятилетия. Кроме того, в инфоцентре отметили, что форватер опор защищены специальными сооружениями, полыми. Также по теме никаких неудобств нет. В Крыму опровергли заявление Киева о проблемах с судоходством в районе Керченского пролива. Рочный пролет переправы через Керченский пролив спроектирован так, чтобы все суда могли беспрепятственно под ним проходить. Об этом В Госсовете Крыма тогда отметили, что мост не создает, а решает проблемы. Мост решает огромное количество логистических проблем. Он позволит развивающейся экономике Крыма получить дополнительный импульс, заявил РТ-депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжаре. Несмотря на критику моста и призывы его уничтожить, Украина намерена использовать переправы после восстановления своего суверенитета в Крыму. Об этом говорил президент страны Петр Порошенко. Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его, Крымский мост. РТ, для связи с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев, сказал украинский лидер. Член Президиума Госсовета Крыма Владимир Бабков назвал планы Порошенко смешными. На уровне серьезных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится или что, как только он будет построен, даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец, заключил депутат. МИД ЖИС Крымско-Татарского народа, общественное объединение, признанное экстремистским и запрещенное на территории России, решение Верховного Суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года Апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 29 сентября 2016 года Субтитры создавал DimaTorzok